Друзья мои, здравствуйте! Пару-тройку недель на моем канале не выходило выпусков, вы знаете, ситуация в мире меняется в не очень хорошую сторону, но все же мы не будем забрасывать это дело, и мы с вами приехали забирать несколько интересных сториджей, я не знаю, будет ли там что-то ценное или опять саные тряпки. Давайте не будем задерживаться, погнали в новый выпуск! Ребята, сегодня какое-то необычное место, это такой райончик в Норт-Майами, и в нем располагаются небольшие сториджи, вроде бы как эта локация не принадлежит сетке, это какое-то частное заведение, давайте посмотрим, есть ли здесь что-то интересное или не стоит сюда в дальнейшем приезжать. Ребята, вот такие вот юниты, это сеточки, это не просто юниты, а вот это вот, наверное, наш 33B, да, что же тут интересного, надеюсь, что здесь... О, я уже что-то вижу, а вижу я Ferrari, да, наверное, что-то есть для Ferrari, надеюсь. Ребята, всем хейтерам, которые писали мне, срочно купи камеру, ребята, я купил камеру специально для вас, на самом деле она у меня была, но носить ее не очень удобно, но приходится, приходится. Все ради вас, дорогие подписчики, сейчас будем смотреть, что же здесь интересного. Смотрите, это что-то, что-то очень интересное, это пакеты, пустые пакеты. Еще какая-то коробочка, что же у нас с коробочкой. Так, давайте оденем перчатки, без перчаток все это будет выглядеть не очень хорошо. Так, ну что же, пошла вода в хату. Представляете, кто-то может подумать, что это подстава, но нет, это не подстава, вы просто посмотрите, посмотрите, сколько их. Это реальные сокровища, это доллары, это half a dollar, целая огромная-огромная коробка долларов. Да, ну здесь, я думаю, баксов 100 точно есть, поэтому юнит мы уже отбили, и это радует. Продолжаем поиски. Мне эта коробочка нравится, коробочка, коробочка, ты расскажи мне, как дела. Обалдеть, ребята, обалдеть, обалдеть. Вы знаете, я, честно сказать, не думал, что, не знаю, как там видно, не видно. Давайте я чуть-чуть подрегулирую вас. Да, очень интересно, очень интересно. 77-й. 77-й. Есть вот такой вот с орлом необычный. Сегодня буду заниматься проверкой монет. проверкой монет. Оп-оп-оп. Да, это, конечно, прекрасно. Если бы этого не было, есть вероятность того, что можно было бы с этим юнитом попасть. А так, ну, судя по количеству, я думаю, баксов 300-400 здесь есть. Три пакетика. Они в основном по полдоллара, по доллару монетки. Соответственно, монет должно быть не меньше 600. Надеюсь. Будем считать, будем оценивать. И еще, возможно, найдутся какие-то коллекционные монетки, потому что долларовые монетки, они бывают... О, кстати. Бывают, бывают. Вот эта монетка. Смотрите, какой желтый оттенок у нее. Что это за монета? 71-й год. Сегодня буду все это дело... Да, нужно обязательно осмотреть. И где-то у меня что-то упало. Что-то где-то... Упало. Ой-ой-ой-ой, пришла беда, открывая ворота. Все деньги рассыпались. Все деньги мира. Ну ладно, раз рассыпались, давайте посмотрим. Вот такая вот монета. Это большие доллары. Half a dollar. На это. Ну вот в чем различие доллара от полудоллара. Вот такие вот две монетки. Здесь уже... Хотя... Хотя те же самые кулечки. Очень странный человек жил в этом юните. Ну, точнее, складировал здесь свое имущество. Так, тишина. Тихо, тихо, тишина. В основном одни пакеты, конечно. Одни пакеты. Чемодан. Чемодан, ты меня называла. Чемодан. Только этого мало. Я не понимаю, что это за юнит. Почему здесь везде какие-то кулечки, пакетики. И в половине из этих пакетиков есть какие-то деньги. А где-то сложены вилки. Деньги и вилки, вилки и деньги. Очень интересная история. Деньги и вилки и вилки. Ребята, как выясняется, это был польский агент. И он собирал компромат на людей. Смотрите, он жил в разных странах, путешествовал. И собирал вот такие вот материалы. О спортсменах, об атлетах. О передвижениях. Да, интересно. Вот такая вот история. Что-то связанное с армией. Ну, или он был журналист, или он был шпион. Одно из двух. Причем одно другого не исключает. Возможно, он был шпион. Он журналист, который увлекался недвижимостью, артом и яхтами. Потому что по яхтам есть очень много разных материалов. Так, ну вот, подобрались ко второму юниту. Что меня в нем заинтриговало? Конечно, конечно, меня заинтриговали вот эти вот полотенца и вот эта вот подушка. Я сразу понял, что здесь может быть богатый человек. Ну и, конечно же, два матраса, которые потом... А, кстати, матрасы в неплохом состоянии. Матрасы будут проданы. Матрасы будут проданы. Да, в отличном состоянии. Единственный нюанс. Под них придется заказывать U-Haul. Это, конечно, есть некоторая сложность. Ну, ладно. Значит, на завтра нам нужен будет U-Haul. Смотрим, что же здесь в чемоданах. Тепичные вещи. Фотографии. Кошелек. В чемодане пока слабовато. Что у нас здесь? О, красота. Какова красота и книжки. Красота и книжки. Да, но это все не для меня. Продолжаем поиски. Продолжаем поиски. Да. К сожалению, ссаные тряпки. Ссаные тряпки еще один контейнер. Хотя давайте заглянем. Нет. Вентилятор. Вентилятор очень хорошая вещь. У меня уже 5 таких. С шестым будешь. Еще сумочку. Ну, здесь-то хоть что-то есть или нет. Опа. Опа, 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 опа. Драгоценности или нет? Бижутерия. Но все равно деньги. Копейка-рубль бережет. Денежки откладываем в сторонку. Очень много интересного. Самое печальное, что это из Китая. О, микроволновочка. Ну, микроволновки на самом деле продаются очень хорошо. Как и в нашей русскоговорящей среде, так и вообще через любую площадку. О, вот это да. Представляете, если бы тот парень, который любил фотографировать, нашел бы себе такие реснички и ходил бы с этими ресничками такой. Здесь, по Майами, здесь еще где-то ногти были накладные. Вот ему, конечно, было бы счастье. О, весы. Весы, весы, весы. Работаем. Ну, даже если не работаем, мы вставим батарейки. И заработаем, потому что весы мне как раз нужны были. Отлично. Так, под весами компьютер. Ну, что-то старое. Или это пакард какой-то. Не знаю. Так, а это что-то ценно-тяжелое. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А-а-а, красота. Какова красота. Да, на самом деле, я не знаю, что это. Может быть, какой-то профессиональный ножик. Континенталь. Супер стил. Да, таким ножом можно. И косточки рубить. Ладно, опасные вещи уберем. Что у нас еще? Модные наушники. Модные наушники. Наушники, наушники. Или что это такое? Или это не наушники? Наушники, наверное. Но все это, конечно, старое. И идет на помойку. Рамка. И все. На этом наше приключение в деревянной коробке заканчивается. Так, а матрасы у нас... А-а-а, это не матрасы. Это у нас кровать. Кровать. Вот у нас стоечки под кровать. Вот у нас под матрасник и матрас. Отлично. Да, но у нас там есть еще коробочки. Возможно, в них что-то ценное. А вот это подразумеваю какой-то тоже матрас. Ой-ой-ой-ой-ой. И под этот матрас есть специальная дуечка. Профессиональная. 120 вольт. Да, это, наверное, стоит миллионы долларов. Как и вот эти вот прекрасные ботинки. Шучу. Шучу. А вот здесь вот, может быть, кто-нибудь забыл у нас золотишко. Эй, золотишко, бриллиантики, где вы, где вы, где вы, где вы? Давайте, давайте, не стесняемся. Выходим на свет. Что-то... Что-то... Что-то виднеется. Крест. Крест. Крест без пробы. Еще один крест. Вот в таких вот вещах бывают серебряные и золотые вещи. серебро или нет? Очень похоже. Ну ладно, серебро все равно-ка три копейки стоит на самом деле. Еще один какой-то крестик. Это точно бижутерия. сетка. Сетка. Не знаю. Может быть, рыбак был. Откуда сетка? Продолжаем. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Сладенькое! Скидал с конфетки на палочки, на сосалочки со всеми делами. И рядом с ними вот такие вот часы. На часах нет бренда Battery Japan Metal Basel Подождите, ну если это Japan, на них должно быть все-таки что-то. Ладно. Это тоже нужно будет просмотреть. Библия. Библия. В Библии иногда бывают денежки. Вот она. Как раз я и говорю, в Библии все время хранят денежки. Раз. И вот у нас еще пошли там монетки. Купюрчики. Два доллара. Да, настоящие. Настоящие два доллара. Их никогда не складывали до меня. А я их взял и сложил. Ладно, на самом деле я сегодня с помощником. Этот помощник как раз займется потом Библией. И всеми остальными литературными произведениями. И осмотрит это все детально. А мы продолжим. Продолжим идти по большим коробочкам. Значок Johnson University. Значок какого-то университета. Продолжаем. Нашли какую-то косметичку. Косметичка. А, ну это, наверное, с часами продавалось. Монетка нам в коробочку. Опа. Ну вот так вот по чуть-чуть и собирается. Здесь золотишко, там золотишко. Здесь у нас что? Что это такое? Золото, не золото, ребята? Но я не думаю, что такое тонкое может быть не золото. Хотя пробы не вижу. Не вижу пробы. И это печально. А, на цепочке есть. Цепочка 14 карат. Но если цепочка золота, то вот эта вот штучка тоже должна быть золотая. Да, я думаю, что это должно быть золото. Вы представляете? Ну вот в этой куче чего-то непонятного лежало золото. Лежало золото. Ну вот это я сомневаюсь, конечно, что какой-то драгоценный металл. Да. Ну нужно, конечно, осматривать. Вот это что-то. Что-то непонятное тоже. Ну, короче, нужно все смотреть. Совсем нужно заниматься. Продолжаем. Коробочка. Кристалл. Кристалл. Ну, не Сваровский, наверное. Чайно. Чайно-кристалл. Ну, точнее, китайский. Китайский кристалл. Так, еще что-то. Опа. Голд. Ребят, ну не поверю, что это голд. Сейчас посмотрим, конечно, пробу. Очень сомнительная история, что это голд. 14 карат написано. Ну, не знаю, на проверку. Очень сомнительно. Так, раз у нас в этой коробочке есть что-то интересное, значит, ее нужно достать. достать и из нее выложить. Все, не нужно. Все, не нужно. В конце концов, из первого юнита среди ценных вещей были только монеты. А пакет, который я вначале вам показал, Феррари, это только пакеты. Дедушка, который жил, собирал пакеты, собирал коробочки и, видно, коллекционировал монетки, которые мы как раз и получили. Все остальное это бумага, журналы, пакеты, так сказать, прожитая жизнь. Друзья, я желаю всем как можно больше здоровья, путешествий и до новых встреч. В следующих выпусках я обязательно расскажу что-то интересное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!